Батареи чуть живые, а на половине дома, ну вот в половине квартир, то вообще холодные батареи. Людмиле Плахиной каждый день приходится оправдываться перед жильцами дома номер 27-7 по улице Степной, что в отсутствие тепла в квартирах виновата не она и даже не управляющая компания. Вместе с мастером участка она ежедневно снимает показания общедомовых приборов учёта и знает, температура теплоносителя, поступающего в дом, ниже нормы. Отсюда и еле тёплые батареи в квартирах. Дворсерия, вот так я смотрю, 18-20 градусов, но я-то ещё оденусь, а маленькие дети, люди пожилого возраста. Ну, конечно, безобразие. Мы уже не знаем, что делать, я не знаю, что мне говорить жителям нашего дома. Мне звонят без конца, половина жителей, даже больше, а те, кто встречают, говорят, это вы ничего не делаете. Ну, мы-то делаем всё возможное. Управляющая компания уже тоже крутится, верстится, все свистаря уже здесь. Здесь всё сделано, задвижки все открыты, то есть вся система в нашем доме, она работает должным образом. Т-плюс говорит, это у вас там что-то. Управляющая компания, я сама вижу, как они работают, то есть достойно и так, как положено. Жильцы вынуждены обогреваться с помощью газовых плит и обогревателей, но это не выход из ситуации. Батареи чуть тёплые, калим обогреватели, за счёт этого более или менее тепло. В каждой комнате у нас по обогревателю и где ребёнок тоже обогреватель стоит. При этом на планёрке в администрации представители Т-плюс еженедельно отчитываются, что тепло в балаковские дома поступает в полном объёме. А если в отдельных квартирах холодно, то спрашивать нужно с управляющей компанией. Мол, зона ответственности тепловиков лежит до ЦТП. Но что делать специалистам управляющей компании, если температура теплоносителя, поступающего в дом, недостаточно высокая, чтобы обогреть квартиры, да и объём того самого теплоносителя ниже, чем положено по нормативу. И эта проблема не единичная. Соответственно, страдают ещё дома 31Г и 31В степна. Это концевые. С момента запуска отопления здесь обратка, где фиксировалась вместе с тепловиками, я их вызываю два раза в неделю на этих домах. Обратка происходит здесь. Начиналась она с 28 градусов, где соответствующие акты есть. И, соответственно, сейчас, на вчерашний день, 34,5 обратка была в 27,7, а в 31В и в 31Г 32 градуса. Поэтапно каждый подъезд, каждый дом выставляем по расходу на подъезд где-то 2 тонны. 2 тонны, когда максимальная температура, там, минус 5-6, это достаточно комфортно. А когда уже минус 10, ну, для того, чтобы люди более комфортно себя чувствовали, это 2,2 где-то надо на подъезд. А в реальности расход теплоносителя меньше, чем должно быть по расчётам. Из-за этого вода проскакивает по стоякам, а для того, чтобы попасть в батарею, ей не хватает давления. Ну, а если прибавить изначально низкую температуру теплоносителя, то становится ясно, почему в квартирах холодно. И ответственность за это лежит полностью на Т-плюс, ведь это тепловики должны отрегулировать подачу тепла. С нашей стороны мы ревизию проводим, опрессовку. Совместно есть акты вместе с Т-плюс, которые есть, это принимали. Мы всё, что можем, делаем. То есть, соответственно, если бы это внутри квартир, мы разберёмся сами. Но здесь непосредственно приходит на теплощётчик, соответственно, все данные мы видим. Я мониторю эту каждый день. Утро, вечер, утро, вечер. Эти дома у меня постоянно с момента запуска отопления на контроле. Исправить ситуацию можно. Для этого в ЦТП должен постоянно находиться специалист и регулировать температуру и объём теплоносителя, реагируя на изменение погодных условий. Но это, как оказалось, целая проблема. Сейчас в ЦТП обслуживают тепловики. И в целях экономии они урезали штат инспекторов, которые следили за работой ЦТП. Один инспектор обслуживает 4-5 пунктов, поэтому и встретить его в Болерной сложно. Да и на просьбу осмотреть дома и выслушать претензии горожан представители ТПлюс не всегда откликаются. Представитель ЦТП почему-то не пришёл. Я не знаю, о какой причине, не могу вам сказать. Доступ сотрудников управляющих компаний в ЦТП запрещён. Поэтому сами мастера участков не имеют права регулировать объём и температуру теплоносителя. А страдает от этого нежелание тепловиков идти навстречу жителям простые балаковцы. В нашем случае только благодаря настойчивости сотрудников управляющей компанией Содружества наблюдается хоть какой-то результат. Если можно назвать результатом, с 28 градусов обратки мы пришли на сегодняшний день до 36, как вы видите. Может, чуть-чуть какой-то начинает результат появляться. На данный момент, если сейчас минус 10, я думаю, теплоноситель где-то 78, вот где-то под 80 градусов, наверное, соответственно, должен быть. И, соответственно, обратка и расход, как мы видели на счётчиках, не соответствуют. С начала отопительного сезона прошёл уже целый месяц. И по отчётам руководства Балаковского филиала Т-Плюс с подачи отопления в дома всё в порядке. Однако на деле получается иная картина. Так может, стоит перестать делать красивые доклады, а начать работать более эффективно, чтобы в квартирах горожан было тепло. Ведь, как сказал представитель Содружества, управляющие компании готовы к более тесному сотрудничеству с Т-Плюс. Дело остаётся за малым, чтобы теплоснабжающая компания этого захотела. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...